привет мы начинаем курс о системе рассолима в социальянской защите давайте прежде чем начать сперва расставим исходную позицию так на доске е4 c5 конь f3 здесь черные не играют d6 играют конь c6 старым классическим образом и здесь вместо основного продолжения d4 белый играют слон b5 долгое время считалось что это второстепенный дебют второстепенная линия что это просто уход от теории основной и раньше у системы рассолима была не очень хорошая репутация в целом часто казалось что это проявление слабости уход от теории и так далее однако со временем это мнение изменилось и сейчас система рассолима входит дебютный репертуар всех элитных шахматистов и более того если так вот прикинуть то рассолима встречалась на самом высоком уровне например на матче на первенство мира между фабиана корана и магнусом карлосоном также между борисом гельфандом и виши анандом то есть система обрела так сказать независимость популярность и сейчас применяется на самом высоком уровне это глубоко позиционный дебют очень богат на идеи и даже наверное сейчас несмотря на развитие компьютерных технологий по-прежнему дебют может чем-то удивить соперника по-прежнему до конца теория здесь не изучена и тем интереснее да получаются более закрытые позиции да это не найдов и не другие системы однако для тех кто любит стратегическую борьбу для тех кто хочет развивать стратегическое понимание кто более позиционный игрок они тактически то система рассолима очень может даже подойти ну и одна из идей по-прежнему сохраняется в том что все таки на d4 cd конь d4 мы получаем очень большую теорию как за белых так и за черных и не всегда мы к ней готовы и возможно нету времени и изучить или мы просто еще до этого не дошли и как раз таки рассолима может стать такой пилюлей можно сказать для того чтобы начать играть социальянскую защиту за белых конечно в рассолима тоже много теории и на ход слон b5 у черных большое количество продолжений это и основной ход g6 который чаще всего встречается в турнирной практике и ход e6 и ход d6 после которого получается московский вариант и даже вот а6 тоже нередко встречается и коня в 6 много здесь продолжений мы потихоньку на примере партии будем каждое продолжение разбирать в этом видео мы поговорим о ходе g6 это основное продолжение чаще всего встречается именно она и собственно в матче на первом стране мира тоже ход g6 встречался в чем идея выхода слона на b5 белые не спешат определять позицию в центре продолжают развитие фигур королевского фланга готовят короткую рокировку g6 играют черные логичное продолжение черные ставят слона на большую диагональ усиливают давление на центр здесь у белых много различных возможностей но мы будем рассматривать сильнейшая как со статистической точки зрения так и по мнению многих сильнейших шахматистов а именно это ход солнца 6 да сейчас потратили темп белые вывели слона побили коня разменяли слона на коня но чем заключается идея белых белые сразу же хотят определить спешечную структуру соперника и в зависимости от того какой пешкой черные побьют на c6 строить дальнейшую стратегию здесь понятное дело что два продолжения у черных это бить dc или bc основное продолжение считается ход dc немного поговорим о ходе bc и рассмотрим мы это на примере партии гроссмейстера люка макшейна после bc вполне логичный ход сделать рокировку потихоньку заканчивать развитие слон g7 слон стал куда нужно ладья е1 пока что расставляемся по центру защитили пешку при случае на е4 всегда у нас будет ход е5 при случае коня 6 играют черные потому что на коня в 6 будет е5 и конь попадает под темп коня 6 и здесь конечно сейчас будут немедленно готовить пешечную пару в центре белые ходом c3 ограничивая и возможности слона и и при этом готовясь провести d4 и так рокировка d4 cd cd мы видим что у белых неплохой центр две центральные пешки здесь по-разному могут сыграть черный но d5 это наиболее жесткий ответ черный создает себе конечно отсталую пешку на c6 но они хотят немедленно атаковать пешечный центр белых кроме того теперь у белых нету времени на профилактику ходом h2 h3 допустим понятное дело что размениваться для белых не выгодно они играют е5 и теперь видно что пешки е5 и d4 это не та картина которую хотел бы видеть чернопольный слон черных поэтому играют черные в 6 с идеей подорвать эти центральные пешки и здесь люк макшейн играет е6 вбивая в клин в позицию черных возможно в будущем белые не смогут удержать эту пешку но черным придется приложить массу усилий чтобы ее выиграть а за это время белые успеют занять все ключевые позиции так ферзь d6 напали на пешку е6 ферзь е2 пока что защитили а5 идея ограничить белых на ферзевом фланге b3 с идеей это поставить слона на а3 коня в 5 конь занимает более активную позицию где-то напали на пешку d4 слона 3 напали на ферзя ферзя в 4 висит пешка но белые не цепляясь за пешки играют на доминацию играют конь c3 жертвуя пешку и скажем после хода конь d4 конь d4 ферзь d4 конь a4 конь собирается попасть на c5 грозит взятие на е7 поэтому ферзь вынужден отступать на 7 таким образом защищая пешку слон c5 напали на ферзя ферзь c7 слон d4 в ближайшее время белый конь придет на c5 и белые несмотря на отсутствие пешки добьются явного позиционного перевеса и в целом конечно люк макшейн эту партию выиграл давайте теперь вернемся в изначальную расстановку g6 было сыграно солнце 6 dc сейчас мы рассмотрим партию между петром с видлером и люком ван вейли это два небезызвестных гроссмейстера ну как минимум педр с видлер одна из легенд шахмат современных можно сказать оба имеют большие регалии не буду их перечислять можно почитать о них в интернете ну петр с видлер восьмикратный чемпион россии люк ван вейли восьмикратный чемпион нидерландов и так черные побили dc открыли дорогу своему белопольному слону белые пока что играют d3 слон g7 идея белок заключается в том что они где-то готовы сыграть слон е3 фреш д2 разменять главного защитника короля черных после хода слон g7 сильный ход сыграть h3 помимо того что мы взяли под контроль поле g4 мы еще защитили поле е3 от того чтобы конь таким вот маршрутом не смог нападать на нашего слона черные играют коня в 6 наиболее естественное гибкое продолжение черные завершают развитие королевского фланга и пока что не определяют свою пешечную структуру в центре белый играет конь c3 хотят постепенно подготовить длинную рокировку хотя немедленная 2 0 тоже неприятно для черных по-разному здесь могут сыграть черные в данном случае люк ван вейли сыграл конь d7 идея в том чтобы это защитить пешку провести е5 ферзи 7 конь f8 перевести коня на е6 и чтобы конь попал куда-то в район центром тем более мы видим что поле d4 в руках черных может встретиться и рокировка в этом случае мы развиваем слона на е3 готовимся сыграть ферзи 2 висит пешка на c5 b6 пока что черные пешку подкрепили это основное продолжение ферзи 2 е5 захватывает центр беря под контроль поле f4 чтобы белом не так легко все это было провернуть но теперь нельзя забирать пешку из окон е4 и происходит размена упрощается позиция и это на руку черным потом после хода е5 белый играет слона 6 с идеей разменять главного защитника короля ферзи 6 защищая пешку при случае он же 7 король g7 рокировка возникает неясная игра с обоюдными шансами идея белых по-прежнему заключаться в том чтобы где-то сыграть коня h2 f4 начать атаку на королевском фланге черные же будут искать свои шансы в центре и на ферзевом фланге возвращаясь коду конь c3 рокировка ход возможный даже основной конь d7 тоже не менее основной ход и он в общем-то отражает все идеи белых слон е3 пешка уже защищена е5 играют черные рокировка ферзи 7 идея такая что теперь ферзь защищает пешки на c5 и на е5 хотят черные перевести коня на f8 и на е6 а оттуда он будет контролировать важные ключевая поля в центре и возможно даже попадет на d4 ферзь d2 эта позиция может в целом получиться с перестановкой ходов пока что это не суть важно здесь есть два продолжения у черных они могут продолжить следовать своему плану кони в 8 конь е6 либо сыграть а6 что является основным продолжением потому что все таки размен чернопольных слонов может быть не по душе для тех кто играет черными тогда следует ход конь h2 с идеей где-то при случае провести f4 кроме того черные теперь не могут рокировать поскольку будет висеть на а6 коня в 8 черные продолжают следовать своему плану f4 прорыв в центре хотим скрыть линии и фолны в 4 конь е6 напали на слона но слон сильно нельзя его оставлять без присмотра слон g3 слон отступает именно на это поле потому что белые хотят провести е5 затем хотят поставить коня на е4 ну и где-то при случае чтобы конь попал на d6 возникает опять-таки неясная игра с обоюдными шансами и все эти позиции мы будем разбирать опять-таки следующих видео на примере других партий потому что в этой партии после хода ферзи 2 вот h6 не последовал последовал ход конь f8 слона 6 белые продолжают следовать своему плану основное продолжение считается ход f6 теперь черные подкрепили пешку на е5 и защитили ферзи слона на g7 побить конечно тоже можно такой ход неоднократно встречался слона 6 ферзи 6 f6 в любом случае все нужно защитить конь h4 идея все та же провести f4 теперь нельзя сыграть конь е6 из-за хода конь g6 и черные будут проигрывать партию слон е6 поэтому играют черные развивая слона ну и где-то при случае может быть даже сделал длинную рокировку f4 еf ладья а е1 и позиция на руку за белых определенная инициатива конечно здесь несомненно имеется идея сыграть коня в 5 ну и там конечно нельзя будет забирать потому что здесь теперь страшный рентген в центре и опять-таки эту позицию играть за белых намного намного приятнее чем за черных поэтому после хода слона 6 люк ван вейли играет f6 опять-таки да защищая слона на g7 таким образом пешка тоже защищена конь h4 с идеей провести f4 нельзя сыграть здесь же 5 потому что после хода коня в 5 слон и в 5 слон g7 скажем ферзи семье в конь сэп 8 теперь ограничен белый конь отправляется на е4 где-то и на d6 при случае и позиция здесь предпочтительнее у белых и наверное на высоком уровне даже близко к выигранной поэтому конь е6 играют черные он стоит на хорошей активной позиции контролирует важные поля теперь просто так провести f4 не представляется возможным конь е2 идея том что мы опять-таки настаиваем на том что проведем f4 если здесь побить слона 6 то после хода ферзя 6 ферзя 8 черный предлагают размен ферзей он им на руку но если мы хотим бороться играть на победу то все-таки нужно играть ферзи 2 и опять-таки возникает неясная игра с обоюдными шансами партии после хода конь е2 последовала короткая рокировка ладья а d1 белые пока что расставляются по центру b6 подкрепляя пешку на c5 при случае слон g7 сильнейшее продолжение конечно было бы побить ферзи на g7 потому что конь занимает активную хорошую позицию контролирует важные поля в центре но в партии люк ван вейли побил конем и этот ход конечно теперь дает возможность белым сыграть f4 и начинается сложная борьба и здесь нужен очень точный расчет еф вело к развитию инициативы белых сильнейшим продолжением было ход f5 теперь висит конь конь вынужден отступить на f3 скажем после хода еф ферзи в четыре c4 возникает острая неясная игра с обоюдными шансами черные таранят наш центр ферзь где-то под рентгеном и свои плюсы и минус есть за обе стороны и наверное люку ван вейли стоило играть именно эту позицию но конечно же такие позиции рассчитать очень сложно после хода f4 последовал естественно ответ еф коня в 4 готовы при случае сейчас на g6 ударить белые и их ничто не может остановить и кажется что вообще сейчас два коня ставят под вилкой но после хода g5 выясняется что есть ход конь hg6 с нападением на ферзя и на ладью ну бить коня нужно конь g6 перзи 8 нападая на коня меняемся перзи 8 у белых ладья и пешка за две легкие фигуры но в целом позиция это не предпочтительно после хода коня в 4 сильнейшим продолжением было по компьютеру это сыграть ферзи в 7 предварительно тогда после хода конь fg6 аж белые могли сыграть ферзи 6 допустим конь е6 конь g6 грозит мат в один ход поэтому вынуждены предлагать черный размен ферзей тогда ферзи 7 король g7 конь е8 конь е8 у белых лучше но не более того борьба предстоит долгой до какой-то материальный перевес номинально есть у белых но все-таки у черных две фигуры за ладью и здесь еще играть и играть но понятное дело что все это найти за доской крайне крайне непросто в парке последовал как раз таки g5 коня g6 аж конь g6 ферзи 8 коня 8 ферзи 8 е5 играют белые сильный ход нельзя забирать пешку потому что висит ферзь поэтому черные вынуждены играть f5 выигрывают пешку белые слон е6 играют сейчас черные белые играют ладья f4 идея такая лифта то есть мы хотим где-то оставить ладью на h4 ну и просто пойти ставить мат ладья е8 пока что подтягиваю черные фигуры ладья е1 слон d7 с идеей где-то поставить ладью на е6 слона на е8 потом ладью на g6 ну и как-то защититься ладья е3 2 ладья идет на g3 ферзи 7 предлагаем размен ферзей пержи 3 размен конечно же никому не выгоден для белых перри в 7 ладья h4 но тяжелые фигуры белых грозно поглядывают на черного короля ладья е6 перзи f4 слон е8 пока что черные следуют своему плану ладья g3 3 тяжелые фигуры белых смотрит на короля ферзи f8 ладья 6 предлагаем размен если разменяться после хода ладья 6 ферзи 6 ферзи 7 скажем ферзи f6 позиция белых близко к выигранной теперь нельзя забирать потому что потеряется конь и тяжело будет здесь спастись черным ну и в общем то другого это сложно что-то порекомендовать после хода ладья h6 сыграно ферзи 7 ладья е6 ферзи 6 ферзи 5 висит на g7 с матом ферзи 5 черный думает что коня защитили следует ладья е3 сильный ход теперь подвисает на е8 и нельзя будет забрать конем потому что связка ферзь вынужден защищать слона ладья е7 снова висит на g7 слон f7 черные перекрыли дорогу ладье ферзи f6 теперь висит на е7 с матом ферзи 8 пока что все защитили ладья 7 теперь просто белые начинают выигрывать весь материал слон е8 предлагается размен ферзей ферзи f8 король f8 а4 конь е6 ладья b7 выигрываем еще материал c4 ладья b6 cd cd черные сдались потому что сделать будет что-то сложно несмотря на то что у черных две фигуры у белых грозные пешки ладья очень активная позиция черных проиграна давайте вернемся назад подведем небольшой итог того что мы сейчас посмотрели вариант расалима она такая два в одном то есть вы как бы и уходите от основной теории и при этом если вам нравится позиционная игра получаете еще и свой тип позиций вариант несомненно интересный много планов много идей чистая стратегическая борьба несмотря на то что я люблю довольно острые позиции вариант расалима мне очень стал по душе очень интересный особенно для классики ну и как я уже говорил входит в дебютный репертуар всех сильнейших шахматистов и я рекомендую вам тоже к нему присмотреться у меня на этом все спасибо за внимание и до новых встреч ссылка на самостоятельный анализ будет в описании